всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал надеюсь что меня будет хорошо слышно и видно замечательная погода просто вот дома сидеть не хочется я сегодня очень хорошо покаталась на велосипеде второй день это делаю было тяжело встать на утро но я продолжаю вообще мне так нравится рулить по нашим местным нормандским дорожкам обожаю в общем пока я сегодня крутила педальки ехала и думала на такую тему что почему французские бабушки не хотят сидеть со своими внуками сейчас конечно же не обобщаю и не говорю о всех буквально французских бабушках есть те которые постоянно сидят с внуками возят их на какие-то там тренировочки некоторые это делают за деньги практически работают своих детей занимаясь если так вот смотреть по опыту потому что я вижу здесь вокруг то складывается такое впечатление что действительно французские бабушки конечно же любят своих внуков конечно же они любят ими заниматься проводить с ними время но вот сидеть и за дня в день растить внуков как они растили своих детей такого желания я здесь не вижу я сейчас вам выскажу опять же повторюсь только свое мнение но это не обязательно всегда так как я вам рассказываю конечно же всегда есть исключение во франции и мужчины и женщины выходят на пенсию в 62 года есть определенные условия которые позволяют сделать это раньше я не буду сейчас углубляться в подробности могут раньше выйти на пенсию женщины у которых три и более детей но я не буду сейчас об этом мы сейчас говорим о француженках о бабушках почему они не хотят сидеть со своими внуками при том если вы хотите выжить в кавычках максимум из вашей возможной пенсии то конечно же будет влиять зарплата которую вы получали и важен очень стаж чтобы получать максимум максимум возможный во франции надо отработать 42 года представьте ну это много вот представим себе какую-нибудь среднестатистическую француженку выходит она на пенсию и нет она не решает что настало время обабиваться и посвящать себя внукам для француженок выход на пенсию это как какой-то новый виток новый этап их жизненного пути прошу заметить что не конец обязательно не конец а именно вот какой-то новый виток продолжение жизни но вот уже немножечко в другом русле француженка всю жизнь любила себя ставила свои жизненные приоритеты превыше других и в принципе выход на пенсию открывает новые возможности для поддержания вот таких вот скажем жизненных приоритетов на работу ходить не надо дети выросли появляется свободное время и это свободное время можно посвятить себе своим каким-то хобби и предпочтением с выходом на пенсию француженки расцветают вот мне кажется по моему мнению именно в этот период появляется тот самый что называется французский шарм они ухаживают за собой у них всегда свежий маникюр у них ухоженные волосы при том при всем они не стесняются седины я уже рассказывала про это и наоборот своей сединой своими седыми волосами оформленными в какую-то красивую прическу показывают что да могу себе позволить и ни капельки этого не стесняюсь мне честно скажу что очень нравится как стареют француженки без пластики без надутых губ без каких-то перманентных или просто не знаю во что там выкрашенных бровей почему они этого не делают да потому что француженки рождаются уже с врожденным чувством любви к себе им не надо кому-то что-то доказывать что например для того чтобы тебя любили тебе надо быть хорошей женой хорошей мамой тебе надо любить ублажать своего мужа и тогда тогда тебя полюбит и возможно останутся с тобой на веки вечные француженкам этого не надо они не делают пластику для кого-то она любит себя такой какая она есть и если она уж там захочешь что-то подкорректировать то это будет только для себя и только если она это захочет ни одна француженка не будет менять свою внешность для того чтобы удержать или понравится мужчине потому что все знают что ладно ты там надула себе грудь пройдет два года и ему уже надоест эта грудь в общем ладно опять я отвлеклась как-то в одном из видео я уже рассказывала что в магазине разговорилась с бабушкой и она мне сказала что я люблю свою жизнь сейчас я тогда не очень корректно для себя перевела ее вот этот ответ и мне показалось наоборот что вот она сказала что сейчас моя жизнь меня не очень устраивает в плане возраста я и сказала что ну конечно когда-то все мы будем старенькими не надо расстраиваться не надо отчаиваться и она мне ответила что нет 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 вы меня неправильно поняли наоборот я очень люблю свою жизнь именно сейчас потому что дети выросли у меня замечательные внуки которых я обожаю которые приезжают ко мне на выходные мне не надо рано вставать мне не надо никуда торопиться я сейчас живу и наслаждаюсь каждым днем я могу заниматься тем что мне действительно нравится и тем что приносят мне удовольствие это но не самый лучший период в моей жизни но я вот она сказала что получаю удовольствие здесь и сейчас на пенсии француженки заполняют свободное время хобби вы спросите ну какие же хобби у них есть сейчас расскажу подробнее это может быть какое-то спортивное хобби помните мою соседку которая обожает несмотря на то что она уже пенсионерка обожает мотоциклы и вот я вам рассказывала что не так давно у нее выявили вот самое неприятное заболевание но несмотря на это несмотря на ужасные сеансы химиотерапии она не отчаивается и даже приобрела себе новый байк я смотрю что действительно старается отвлечься от грустных мыслей выезжает частенько на своем байке то есть продолжает радоваться жизни несмотря ни на что многие француженки при выходе на пенсию записываются в спортивные ассоциации их миллион во франции разных и они есть практически везде вот каждое утро когда я отвожу милана в школу я вижу как на парковку приезжают машины оттуда выходят люди пожилого возраста достают из багажников сложные палки для скандинавской ходьбы вот они все там встречаются в определенное время и как раз там где находится школа милана там такая она на возвышенности находится и потом вниз идет спуск и есть такая тропа для ну кто просто пешком любит ходить кто занимается скандинавской ходьбой и они все туда вот гуськом грубкой спускаются и вот несколько часов вместе ходят и таких ассоциаций как я уже сказала их миллион есть не только там ассоциация скандинавской ходьбы утром на пляже я вижу тоже членов похожие ассоциации я их так называю ассоциация любителей утренней растяжки потому что они встречаются рано утром на пляже когда там очень мало людей и вот тоже люди пенсионного возраста они растягиваются у них там есть свой коуч и выполняют какие-то дыхательные упражнения обожают также французы велоспорт обожают бег просто бегать обожают плавание очень много пенсионерок знаете обожают утренние тоже занятия акваэробикой вот акваэробика не знаю как в наших странах но во франции это только вот для пенсионерок я походила и поняла что чувствую себя там как-то немножечко лишнее ну то есть не понравилось мнение нему не моя возрастная аудитория если можно так сказать но им весело им весело и это здорово очень французы еще любят питанка постоянно на выходных все вот эти площадки для питанка они тоже здесь повсюду практически есть они всегда заняты любителей этой игры играют и мужчины и женщины соревнуются то есть ну очень они это любят есть также и хобби которые не связаны со спортом французу любит играть в карты есть у нас тут рядом клуб покер-клуб тоже где встречаются по вечерам и еще французы обожают лото она здесь проводится по моему по субботам или по воскресеньям и вы знаете туда собирается всегда большое количество людей потому что очень хорошие призы это платно но там я не помню сколько выпало платить и взнос то есть приходите играете в лото вы знаете как это все проходит они там прямо у них такой азарт я честно скажу что я бы сама с удовольствием сходила но вот мнение от компании муж пока что не может там потому что не только пенсионеры но и пенсионеры в основном но и разные категории действительно призы просто замечательные и вот они это обожают у нас тут постоянно если какая-то где-то будет рядом проводиться игра то расклеенные баннеры у нас есть знакомая ей наверное под 40 ну примерно мы с ней примерно одинакового возраста она говорит я обожаю они живут можно сказать в пригороде парижа но там более глухая такая деревня хотя она работает в париж но она говорит если бы не было лото она говорит я бы здесь с ума сошла а так говорит обожаю там уже у нее столько друзей она уже столько призов по притаскивала домой и она говорит у меня было в одно время несколько стиральных машинок духа она их потом перепродавала или там родственникам раздавала короче обожают французы лото я как-нибудь обязательно побываю на таком сейшни практически все французы любят посещать браканты какие-то антикварные рынки любят также там участвовать я вам уже говорила что участвует не только для того чтобы заработать что-то продать но и для того чтобы пообщаться как-то тоже мы были на детской площадке и и там была мама одноклассника милана у нее тоже двое сыновей и вот младший в этом году уже пошел в начальную школу то есть ему три года исполнилось и была с ними бабушка и вот она я с ней разговаривалась я у нее спросила вы работаете нет она говорит что да я работала но вот все вот это время получается сиделась в декрете решила посвятить такое тоже бывает редко но бывает посвятить себя детям побыть с ними младший сейчас пошел в школу и я выхожу на работу поменяла работу вот сейчас буду работать я говорю а в среду когда нету школы вот где будут ваши дети и она так посмотрела на бабушку что бабушка сразу же ответила она сказала что ты же знаешь я не против но в среду у меня скандинавская ходьба потом у меня в другую среду у меня плавание потом мы там в третью среду третья среда каждого месяца мы собираемся с девчонками в обед то есть как бы я не против но ты знаешь что можно сказать я последняя инстанция если ты не найдешь няню или какой-то там этот лагерь на среду детский выгода сказать не лагерь ну то есть куда-то куда сплавить ребенка вот как бы они не против но ты сначала попробуй найти няню попробуй найти какие-то и не знаю ему там еще занятие если уже тогда не найдешь то ну что делать буду я с ним среду но видите все среды вообще у них практически каждый день расписан ну и это классно знаете это классно что жизнь не останавливается что есть свои увлечения что не живешь просто одними и вот мыслями о детях а внуках что все-таки ты продолжаешь жить полноценной жизнью своей жизнью и радоваться тому что вот имеешь сейчас на данный момент и вы возможно спросите у меня так а все таки во всем этом насыщенном графике если у француженок время для своих внуков я вам скажу что есть конечно же есть но не каждый день вернее даже скажем так не полный день француженки могут забрать ребенка скажем из сада или и школы и посидеть с ним несколько часов до того момента пока родители вернутся с работы либо они могут взять к себе внуков на выходные или и каникулы но опять же повторюсь что они не будут сидеть с вашими детьми каждый день любят ли они своих внуков меньше чем скажем наши бабушки и дедушки ну конечно же нет они точно так же любят своих детей обожают своих внуков но но им больше нравится встречать внуков красивыми отдохнувшими и неизмученными вот собственно мои мысли и рассуждения на эту тему пишите в комментариях согласны ли вы с таким подходом или вы все-таки считаете что бабушки и дедушки как только вышли на пенсию просто вот обязаны сидеть с вашими детьми если видео понравилось не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на канал потому что будет еще очень много всего интересного ну и до встречи в новых видео всем вам большое большое спасибо за внимание всем